МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Людмила состоит в Одинцовском клубе активное долголетие. Серебряные волонтеры часто посещают различные занятия. Сегодня впервые решила попробовать себя на прохождении дистанции в веревочном парке. Я ожидаю новых эмоций, экстремальных ситуаций. Настраиваю себя на то, что не надо бояться, надо очень внимательно относиться к этому делу. Тем более я уже имею опыт спортивной гимнастики, занималась в детстве. Сначала для участников провели инструктаж и рассказали про технику безопасности. После чего долголетов ждали захватывающие спуски и подъемы по канатным дорожкам, прохождение препятствий. Такая экстремальная прогулка пришлась по душе старшему поколению. Я не волнуюсь, интересно. Есть такой интерес. Такой немножечко адреналин выделился, конечно, что там дальше будет. Впереди у участников клуба еще много интересного. За этот год для них проведут еще больше 30 мероприятий, в том числе и экстремальные. У нас по плану еще сплавы на сапах. По плану у нас, конечно же, будет стрельба из лука. И по плану у нас еще скалодром. Но это уже на более холодный период. Все, что в помещениях, мы уже будем проводить осенью. В нашем округе в губернаторском проекте «Активное долголетие» участвуют почти 12 тысяч человек. Для них проводят более 20 видов активностей, в числе которых спортивные занятия, экскурсии и мастер-классы. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Отлично, спасибо!